МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развязав жестокую войну против Украины, Владимир Путин запустил необратимый процесс деколонизации в собственной стране. Многие граждане Федерации не хотят ассоциировать себя с преступлениями российской армии. Национальные республики и целые регионы начали задумываться о самостоятельности. О своем суверенитете заговорили и марийцы, финно-угорский народ, который Москва колонизировала еще 500 лет назад. Сегодня же лидеры их национального движения выступают за создание независимой республики Мариэл. Кто такие марийцы? Собственно, это финский народ. Прежде всего, марийцы – это народ по-болжье, говорящий на финно-угорском языке, волго-финской группы. Разделяются на основные субэтнические группы – это горные, луговые и восточные марийцы. Самоназвание марийцев сейчас – это марийцы, марии. Раньше это были черемисы. Кроме того, не считая республики Мариэл, марийцы также проживают на территории республики Башкортостан, Татарстан и Чувашия. Немного в Ульяновской области. Народ себя воспринимает как марийцы, в отличие от других регионов. Очень этнически однороден, хотя идет усиленная русификация. Регион по-прежнему очень-очень сильно марийский. И он чувствует связь именно с марийским народом, а не с русским. То есть они осознают свою особенность. У марийцев все довольно хорошо с амодификацией, но тенденция у нас, скажем так, очень негативная. Деколонизация позволит народам, проживающим на территории России на данный момент, позволит отобрести свободу, возразить свои национальные языки, на свои национальные движения, религию и культуру. Мы не видим будущее ни в автономии, ни в чем, только в полной независимости. Свою идентичность, которая отличается от идентичности московитов, представители коренного народа республики Мариэл продемонстрировали и после того, как кремлевский диктатор начал колониальную войну против Украины и, как следствие, объявил в России мобилизацию. Протесты были организованы в виде одиночных пикетов в городе Гешкар-Ола. После объявления мобилизации на территории Российской Федерации были пикеты на марийском языке. Также были активисты, которые подверглись репрессиям. Виктор Новогорский, один из представителей марийского движения, организации Мариуша. Его преследовали за то, что он участвовал в пикете, осудил войну на территории Украины. В Мариел завершился второй этап отправки военнослужащих, призванных в ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Таким образом, в специальной военной операции примут участие порядка 1700 мужчин, уроженцев республики. Когда началась мобилизация, были созданы специальные батальоны, национальные. Мариел – не очень большая республика по численности населения. Начнем с этого. Мобилизация, прежде всего, подверглась жителям сельской местности, потому что они менее защищенные в правовом плане, финансовом. Товарищи, организованные пять минут на проводы. Жителям национальных республик предлагают подписывать контракты от Москвы, от Санкт-Петербурга, потому что так будет статистика выглядеть намного красивее, а по факту война ведется в значительной степени руками малых народов России. На бытовом уровне общество стало более апатичным, то есть многие пытаются избежать мобилизации. Пять люди узнают о погибших, видят новые могилы на кладбище, новые захоронения, и все больше и больше людей понимают, что подписать контракт с российской армией, подписать договор с дьяволом. Война, развязанная путинским режимом против Украины, стала триггером, который с новой силой пробудил идею независимости республики Мариел. Сторонники суверенитета заявляют, что их земли были оккупированы Москвой, а марийский народ имеет историческое право на независимость. Во времена существования древнерусского государства марийцы чаще всего имели контакты с Владимиросуздальским княжеством и с Новгородским. Марийцы поддерживали хорошее отношение с Волгарской Булгарией, потому что видели опасность в славянах. Прежде всего, потому что они агрессивно продвигались на восток и ассимилировали, и уничтожали других финалугров. В момент первого контакта с русским миром земли марийцев входили в состав Казанского ханства, где они мирно сосуществовали с другими народами. В середине 16 века Казани решили оккупировать московиты и стали готовить военное вторжение. Часть марийцев выступила за то, чтобы дать силовой отпор оккупантам. Другая же настаивала, что с Москвой нужно договориться, и выступила на стороне Ивана Грозного, о чем вскоре очень пожалела. После взятия Казани Ивана Грозного все поняли, что это была большая ошибка поддерживать Ивана Грозного. Так началось восстание луговых марийцев и татар. Это было как раз это начало Первой Череминской войны. За ней последовала Вторая и Третья Череминская войны. Все они были как раз направлены против экспансии русского мира. Первая Череминская война, по сути, началась сразу после взятия Казани, потому что на марийцев легло тяжелое налоговое премие, безумные законы. Также на марийские земли приходили опричники, которые вели самосуд, занимались прейсболом, грабежом. Старая Череминская война была связана с тем, что крымские татары сошли Москву. И восстание просто приобрело новые силы и только усилилось. И из-за этого марийцы боролись с новым государством, в которое они, как многие российские учебники говорят, добровольно вошли 30 лет. Вот такое добровольное отхождение. Среди героев марийцев есть такие вот имена, как Толтуш. Он известен тем, что он разбил вторгшиеся русские войска. То есть это герой, который антирусский изначально. Дальше Мамич Бердей, это сотенный князь, он ключевая фигура Первой Череминской войны. Он тоже противник присоединения казахского ханства к русскому государству. Воины шли с переменным успехом, они... В общем, было три войны, и они затянулись на примерно 30 лет. Это закончилось тем, что марийцам запретили жить в городах, запретили заниматься кузнечным делом, и марийцы жили в своеобразных резервациях. В таком колониальном положении марийский народ оставался вплоть до распада Российской империи. После февральской революции произошел всемарийский съезд, марийцам. Стали выходить издания на марийском языке, начал популяризироваться марийский язык, но само движение, оно просуществовало недолго, потому что власти пришли коммунисты и деловым способом подавили все это движение, а часть движения просто поставили к себе на службу. После октябрьской революции в 1917 году Ленин подписал сразу же два указа. В первом указе он якобы даровал свободу народам, которые входили в состав Российской империи. Вторым указом он подписал документ о добровольном, якобы добровольном входе в состав новообразованной СССР. В 1920 году образовалась Марийская автономная область. В 1936 году МАСССР, Марийская автономная Советская Социалистическая Республика. Также в 30-е годы примерно около 40 тысяч человек из Марийской автономной Советской Социалистической Республики подверглись сталинским репрессиям. Одним из самых жестоких актов советских репрессий было дело против организации САФИН Союза освобождения финских народов, которая стала невиданной трагедией в жизни финских народов, колонизированных Москвой. Инспирированное в 1931 году преследование в отношении финских народов. Здесь пострадало сумасшедшее количество народов по национальному признаку именно как раз финно-угорского направления. Это Карелия, Коми, Морийцы, Эрзи Макшане, Удмурты, Финны особенно пытались именно на програничных опять же территориях, в том числе там как я помню корейцев, высылали. То есть это было такое серьезное преследование. Формула обвинения представителей финских народов России от 30-го года случалась следующим образом. Подрывная контрреволюционная националистическая, террористическая, антисоветская деятельность направлена на отторжение территории финно-угорских республик от СССР и образование буржуанно-демократического государства под протекторатом Финляндии. Соответственно, они хотели искоренить любой дух протеста, который возникал после 17-го года. Они пытались уничтожить марийскую идентичность. Также можно вспомнить их отношение к религии. Уничтожались священные врощи, где марийцы молились, а советские власти устраивали настоящие гонения. К концу существования СССР в 1989 году политическая обстановка начала меняться, и в целом тенденция вроде бы даже стала хорошей. Для марийцев начали появляться организации «Он Мария и Чемария». Они занимались возрождением национальной марийской религии. Несмотря на возрождение национального самосознания в начале 90-х годов, после прихода к власти Путина в национальных республиках процесс русификации начал набирать новых оборотов. Москва лишила своей колонии возможности прямых выборов, а изучение национальных языков перевели в формат факультатива. Численность, к сожалению, народы неуклонно падает с 20-го века, особенно, то есть, когда начались усиленные процессы русификации, стала численность падать. По примеру, в переписи 89-го года марийцев насчитывалось 670 тысяч. Сейчас эта численность снизилась до 423 тысяч. За время правления вот именно Владимира Путина, то есть, ситуация с коренными народами ухудшилась значительно ухудшилась. Причем эта ситуация не только с марийцами, но и со всеми остальными народами финногорской группы. Мы имеем проблемы с языком. В республике Мариел на данный момент 10% школ ведет обучение. Есть возможность изучать марийский язык только в 10% школ. На бумаге мы имеем право на образование на марийском языке, на ведение судопроизводства на марийском языке. По бумаге мы имеем право на все, но по факту мы не имеем право абсолютно ни на чего. После прихода Владимира Путина в власти в Мариел начали назначать сдавленников из Москвы. А главы республики Мариел они были прежде всего выходцами из республики Мариел. А после прихода Владимира Путина в власти Владимир Путин начал назначать своих людей. То есть не из Мариел. Они не чувствуют связь с регионом, они не волнуются за его развитие, не волнуются за его народ. Такие главы республики нам не нужны. Марийское движение за независимость является частью объединения Сюрсомен Сотила. Это панфиноугорская организация, целью которой является деколонизация РФ и создание союза независимых финоугорских государств на территории современных Карелии, Ленинградской области, Мурманской области, Коми, Мордовии, Удмуртии, Чувашии и Республики Мариел. Мы представляем Сурсомен Сотилат, то есть это наше пространство объединения финоугорских народов по образу Европейского Союза. Мы видим себя именно в черте близко к европейскому миру со своей неповторимой культурой. Отсюда наш блок это Сурсомен Сотилат. Я представляю движение Марий Тула. Мы поддерживаем отделение территории Российской Федерации, создание своего независимого государства на территории Республики Мариел. Потому что многие движения предлагают автономию в составе Российской Федерации, но мы с этим не согласны. Я думаю, шансы довольно высоки, что марийцы будут бороться за свою независимость. Надо идти другой дорогой уже. То есть нам не надо надеяться на что-то. Надо просто врать все в свои руки. Поэтому у нас немного свои взгляды на наше будущее. Мы хотим отнести ближе повестку к европейскому миру, потому что нам он ближе, у нас есть выход к Европе, через северо-западные регионы, и мы желаем объединить близкородственные регионы, сохранить таким образом неповторимую культуру, колорит, чтобы на едином пространстве жили родственные народы с родственной культурой. Хочу обратиться к жителям республики Мариэл и также к морейцам, которые проживают за пределами республики Мариэл. Прошу вас не подписывать контракты, не участвовать в преступной военной деятельности на территории Украины. Байкотируйте мобилизацию, не участвуйте в совершении военных преступлений прежде всего. Вы гордые представители своих народов, вам не нужно подчиняться московскому царю. Морийцам я хочу пожелать, как и другим народам, не забывать свои корни, то есть это первостепенно, что нужно помнить о себе, помнить свою инаковость, помнить о своих предках, и именно сила прошлого в данный момент может дать вам будущее. Мориал будет свободный.